Мухаммад Али, Майк Тайсон и Шугар Рей Леонард Вечернем шоу Арсению Холла, 1989 год Если бы не было бокса, чем бы вы занимались? Я начал заниматься боксом 12 лет Я никогда не думал ни о чем другом И вам никогда не хотелось быть похожим на врача? Или певца? Или что-то подобное? Разумеется, то, что вы делали, было прекрасно, но все же Я хотел быть первым чернокожим человеком на Луне Правда? Здорово А вообще-то, это хорошая цель И вы все еще можете это сделать? Может быть И в какие моменты у вас возникали мысли об этом? Все время Я разговаривал с Эльвестом Сталлоне Во время нашей встречи на той неделе И он мне рассказывал о том, что однажды Он смотрел ваш бой с Чаком Вепнером И решил взять эту историю для создания сценария для фильма Рокки О бою Рокки с белым боксером Который был больше шоумен, чем боксером И очень много говорил И он настолько вдохновился этим вашим боем Что на самом деле снял такой фильм Фильм обо мне? Да Да, они мне должны Да, думаю, там что-то осталось и для вас Позовите моего адвоката Вы что, не знали об этом? Знаете, вы были его вдохновением Так же, как и для многих других людей И кое-кого из людей, которых вы вдохновили И я пригласил сегодня в студию, чтобы помочь мне Ребята Ребята, заходите в студию Ребята, заходите в студию Это был Ребята, заходите в студию Да 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 Ну а теперь Что? Что случилось? Дело в нем, да? Он огромен Он напугал меня Кто? Он? Майк? Он же милый Он настоящий чемпион Может не уйти? Да, давай Да, он настоящий чемпион Если бы вы бились с этим человеком В вашем расцвете сил Кто бы победил? Майк? Подождите, подождите Я был танцующий боксер Да, да Вы танцевали на ринге Я двигался Я не был мощным Я был быстрым Но если бы Майк попал в меня То я Если бы только он смог поймать меня Что ты скажешь, Майк? Я Я Я бы не выиграл в любом случае Я знаю Я великий боксер Но я скажу вам одну вещь В этой ситуации Каждая голова должна склониться И выразить восхищение Перед этим величайшим человеком Всех времен Он умеет быть скромным и приятным Но этот человек великий боксер И я не знаю, что бы случилось Если бы он попал по мне Нет, нет Я не верю, что чемпион Может быть очень скромным Понимаете? Я видел его на ринге Я видел его на ринге с убийцами Такими как Форма, Шеверс А эти ребята Бьют намного сильнее, чем я И он побеждал этих ребят С мощными ударами И это то, что сделал Али таким чемпионом Я имею ввиду Хотя я слышал, что он не верит Он должен поверить Хотя бы потому, что именно просмотры его боев Дали мне веру И внутреннее убеждение Что нет на свете человека Который мог бы меня победить Когда я был ребенком Я слушал Али И все его предсказания сбылись Я смотрел на этот образ И использовал его для победы Моими противниками Именно он помог мне поверить Что я не победил Он мой величайший вдохновитель И я люблю его Спасибо за большой комплимент Но этот человек великий Вы думаете, что он может ударить Сильнее, чем Эрни Шеверс? Я думаю Ты что, цветной? Шуга Рэй как-то сказал мне Что вы для него величайший человек и учитель Это мой отец Папа, я люблю тебя Папочка Да, вы неплохо смотритесь Мы вернемся к вам Сразу же после небольшой чемпионской паузы Дриллер в Маниле Дриллер в Маниле А вы Вы часто говорили о том, как Мухаммед Али повлиял на вас Почему бы вам не поговорить с ним об этом? Но это не секрет, что я подражаю Али и Шугу Рэй Робинсону Именно Они привнесли в бокс элемент развлечения За что их жестоко критиковали И я благодарю Али За то, что он помог мне и Майку Достичь такого положения Мне не нужна твоя рука Соплати за это Вы уже хотите денег и от него, и от Сталлоне Если бы Шугар был вашим противником Как бы вы его называли? Кролик Кролик? Кролик 2 Не говори это телевизионщику Кролик Это мило Кролики быстро двигаются И размножаются Я тоже Это интересно Вы изучаете бокс Вы смотрите эти фильмы Если бы вы хотели научить своих друзей Какой бы бой Мухаммеда Али вы бы выбрали? Майк, какой твой любимый бой с Мухаммедом Али? Мухаммед Али против Кливленда Уильямса Правда? Это был красивый бой Это было искусство У тебя очень хорошая память Прости, что? Я еще не родился Это был 1966 год В Эстон Супердом? Да Мне тогда было 10 лет А я еще не родился Я не верю в это Давным-давно я был в Бронксе В учреждении для детей хулиганов Это было время великих фильмов И все дети сидели и смотрели кино И тут вошел Али Как только я увидел его Я сразу почувствовал его влияние Какую ауру он принес в нашу комнату Ни за что на свете Я не мог бы тогда подумать Что когда-нибудь стану похожим на него Я смотрел его бои И он был моим далеким будущим Но Бог заинтересовал меня И я сказал Я собираюсь быть похожим на него Я имел ввиду быть знаменитым, богатым Быть тем, кто я сейчас Я сказал себе тогда Я хочу быть таким, как этот парень Я обязан ему своим успехом И я говорю ему это уже 10 лет И он все время отвечает Отстань, иди отсюда Он ничего не хочет об этом слышать Но если бы я не встретил его Я никогда бы не стал тем, кто я есть Вы действительно имели возможность поговорить с ним? Да, мы часто разговариваем Но он ничего не хочет слышать об этом Нет, я имею ввиду тогда, в детстве Вы говорили с ним? Нет, я не смог поговорить с ним тогда На нем были коричневые брюки и желтая рубашка Майк, на тебе действительно были коричневые брюки и желтая рубашка? У всех тогда были коричневые брюки и желтая рубашка? И у всех одинаковые? Ладно, я понял Это была школьная форма Давайте вернемся к бою с Калиблендом Уильямсом Что было в том бою такого? Что вам так понравилось? Али находился на пике своей физической формы И когда вы смотрите его последующие годы Его личность Отражает его характер Подавляющий всех противников Его совершенное глубокое убеждение Его умение Манипулировать человеческим разумом Для того времени Это было как боевик Это был бой настоящих мужчин И Али по-настоящему крут И был умнее своих противников Он заставлял их уставать Изматывал их И выводил из себя своими репликами Это было невероятно Прямо научный подход Это именно то, что я просил его сказать Я не знаю, что еще сказать Я просто в шоке от того, что я здесь вместе с Шугаром И Великий Мали Майк сказал Что вы разговаривали со своими противниками Во время боя Вы разговаривали со всеми Вы сказали, что это неправда Но Фрейзер после боя После вашего с ним боя Заявил, что вы называли его на ринге Господь или что-то Скажите, это правда? Что вы на самом деле сказали Фрейзеру на ринге? У тебя неприятности, малыш Я не хочу говорить плохо о Джо Я Али Но все-таки вы разговаривали с противниками Я разговаривал во время моего последнего боя С Горгиусом Джо Вы тогда много говорили Он никогда не выигрывал И на этот раз не получил уважения от Али Я научился разговаривать на ринге от Али В самом деле, ты разговаривал с противниками? Да, часто На бессознательном уровне Теперь ты знаешь мои манеры Вы знаете, это обратная психология Жаль, только это не работало против Томми Хернса Не могу представить себе разговаривающего Рэя Но в любом случае, вы должны позаботиться, чтобы нанести как можно больше этих оперкотов А вы разговариваете с противниками Майк? Разговариваете? Майку не нужно разговаривать Никогда не разговариваешь на ринге? Ни разу? Было такое С Тайлером Миксом Что ты тогда сказал Тайлеру? Я запомнил этот случай Он сказал мне Ты бьешь локтями А я ответил ему Сейчас ты будешь умирать Сейчас ты умрешь И я не могу выразить Как приятно сидеть рядом с вами и разговаривать Вы действительно величайший человек всех времен Мухаммед Али ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует...